Самое лордое, что сейчас у нас произошло, мы стоим, собираем инструмент, вот с этой вот пиво, что он стоит с аккумулятором, вжикает, и в этот момент уазик лесников проезжает. Жалко, камера у нас не работала, это такой эпизод был, ребят, вы бы видели, они прям так очень внимательно заинтересовались нами, я думаю, что мы их скоро увидим. Я бы вернулся, я бы не дождался. Всем привет, как вы видите, у нас сегодня набор Макиты для садоводов, любителей, профессионалов. Да тут вообще не любители, тут инжентивные, мощнейшие штуки, да, это вообще не любительская тема. Конкретно профессиональные, мощные, я бы даже сказал. Триммер. Триммер, инжентивный, со всей нужной электроникой, обзывается он, никогда не узнать, пока не садится. Снимите аккумулятор. UR006G, 1,40-вольтный, отличается от самых таких моих любимых тем, что у них верхнее расположение двигателя, и снизу он, соответственно, просто редуктор имеет, у него цельный вал здесь жесткий. Из плюсов, это типа повышенная влагозащищенность, можно работать в дерьмовую погоду, в дождливую, типа, без проблем. Вы ничего не замочите там, но, сколько я помню, вообще-то они там капсулированные были, без вентиляции, поэтому их так и так вообще намочить нельзя было. Так что, чем оправдан выпуск инструмента с валом? Слушай, мне вот что здесь нравится, это вот эту ручку, то, что можно быстро положение менять. Меня очень удивляет этот, я давно не трогал триммер. Это вообще базовое. Знаете, как на авиасимуляторах эти джойстики, вот очень похоже. Ну, джойстик-то на самом деле самый привычный, три скорости, реверс, это когда у вас намотало траву, надо скинуть, и если зажать-подержать, тогда включится режим автоматического контроля мощности, точнее оборотов. Когда он вас на холостом ходу еле крутит, но под нагрузкой начинает раздавать, и в этом режиме я сегодня ему поработаю. В остальном, никаких других там управляющих кнопок, в нем ничего нет. Блокировка, ну, классический выключатель, по-моему, не меняется со времен уже всей этой линейки, то есть года два. Да, и вот этот еще, получается, механизм быстрого поворота. Ну, вот он, по-моему, новый. Куста-рез защитал. Нет, не так это делается. Это делается так. Блокировка. Он должен был легко слететь. Ну, классический куста-рез, он, кстати, очень легкий, он маленький такой, прям у него мужа как эвокстичка. Душе, душе, блядь. А почему там так говорят? Ну, я не знаю, это, наверное... А я смотрю, не пойму, как мне люляшку жарить, у него очень странная вот эта форма, для чего это вообще нужно? Чувство. Мясо не падало. Да. Где о чем у ляшки? Он эвокстичный, очень маленький, бесщеточный, реально легкий и с индикатором по ходу заклинивания. О, проверим, давай, от непреднамеренного запуска. Хотя тут нужно нажать кнопку, а потом еще... Зажал. Ха! Он тихий. Да. Он невероятно тихий. Это очень странно. Понял? Понял, да. Две кнопки в любой последовательности. Чем это вообще объяснено? Чтоб ты себе пальцы нафиг не отрезал. Не-не-не-не, тут именно с момента, для чего вот ты держишь... Ну, вторая подключается. Чтоб вторая рука у тебя не была на весу где-нибудь. Понял? Это безопасность. Потому что Макита думает о твоей безопасности. Потому что если ты такой... Я попилю нахуй. И руку себе отрезал. А так ты взял со двумя руками? Все, а ты только кому-нибудь можешь что-нибудь отрезать. А потом будем это показывать. Вот и все. Сам механизм очень похож на механизм аккумуляторных ножниц. Вот, кстати, на обратной стороне триммера нарисован принцип работы вот этого механизма ножниц. Двигается туда-сюда, и это качается. Так. Ну, а как еще объяснить? Так и объяснить. Попробуем поработать кустререзом и триммером с лопастями, с ножом. Да, давай. Можно сначала с кустререза, кстати, что он такой, типа, мягкий, нежный. Начнем с него. Да, я хочу вот его прям попробовать. Ты хочешь? Кусты, конечно, такие себе. Ну, это ажина, да? Да. Попробуем. На удивление. Офигеть, он нормально даже. На удивление, вот толщина с палец, ее прям берет. Сидеть, смотри, я вырубил. Очень удобная штука. Сейчас остановить. Тажина и свежая, и не свежая, а вон там и сухие ветки. Ну, бузина сухая, допустим, она не такая. Да, вот смотри, толщина. Вот свежая. Ну, это бузина, типа, она внутри такая пустотелая. Ну, на удивление, он ни разу не запнулся даже. Просто режет и все. Я думал, что ему не будет хватать мощи вот этих кушерей разгребать. Ну, я думаю, еще смолы пока что нет. Если кустарник будет какой-то, типа, ну, более смоленистых хвойной, тогда у него могут возникнуть проблемы, потому что начнет налипание происходить, трение, нагрев. По триммеру самое такое первое, что мне бросилось в глаза и понравилось, это этот обвес. Здоровая эта штука, которую в любых перчатках можно будет прожать. В принципе, которая не должна, вроде, закусывать пальцы. Мощная. Подтягивается. Не до конца понял, зачем вот здесь резиночка. Типа, чтобы не тянула вбок. Но вбок-то оно и не тянет никогда. Она у меня, вон, подтягивая, не подтягивая, она болтается. Для чего у нас, как бы, в принципе, чтобы не гулял вот этот узел, может быть. Очень крутая система подвеса вот тут. Сначала не понял, как работает быстродействие, потом дошло. И установка, и снятие стримера с подвеса, его надо держать правой рукой, для того, чтобы он чуть-чуть подогнулся. И вот этот кронштейн, за которым фиксируется, приобрел вот нужный наклон. И тогда можно, что одной рукой, допустим, вот сюда накинуть, и он легко фиксируется. Что снять? Здесь лапкой ее оттянули, и наверх снимается. Я привык на бензиновые, почему-то всегда с левой руки это делал, именно снятие. И сначала очень долго тупил. Когда вот так вот взял, начал нажимать, начал что-то выкручиваться. Оказывается, все проще. Берете вправо. Правда, тогда вы берете за кнопки включения. Ну, это уже мелочь. В принципе, она отключается обратно автоматически. У нее по-любому все эти защиты от непреднамеренного пуска есть, хотя бы потому, что кнопка именно включения питания, она электронная. Если вы его обесточите, то вариантов уже не будет его запустить. Ну, и пойдем сейчас погоняем. Я, наверное, хочу в чем? В автоматическом режиме попробую. Азму густую поросль и автоматический режим. И еще один момент. Почему я не установил сюда защитку? Потому что, когда работаешь с кустами, лично меня она бесит жутко. Я согласен, вроде нельзя. Не вроде, вообще нельзя. Всегда работать с защитой. Да, но когда ты засовываешь этот нож куда-то в глубину густых-густых, крепких, сухих кустов, эта защитка она просто как якорь цепляется, вы не можете даже погрузить его нормально. Ну, я так работать не привык. У нас обычно без защитки до самого конца просто кусок вырезается кустов, и второй человек граблями его вытягивает. Вот так происходит расчистка всех участков. Так, включили. Так, у нас авторежим стоит. Ну, вот если на эту кнопку... А, нажать, подержать. Кнопка включения мощность. То есть, это вот о чем я говорил, задний ход, она моргает. Или нажали, подержали, включился автоматически. Вот в нем и буду. Кстати, быстрая остановка срабатывает секунды через полторы после того, как отпустил кнопку. Немного непривычно. У первых моделей, у которых двигатель снизу полона срабатывает намного быстрее, там только отпускаешь. Так, ну автоматика работает, но я хочу сейчас поставить на максималку и прям... Чтоб она сделала злые штуки. Чтоб она сделала злые штуки. Ощущения крутые. Был непонятный момент у меня. Так, сейчас я ее отключу. В моменте появилась вибрация. Я пару раз ударил по камню. Так, нож стоит прочно, прикручен нормально. Кстати, редуктор ощутимо горячий. Попробуй редуктор. Я ее отключил. Ну, рукой пока коснись. Ну, нагрел сюда. Тащит, тащит круто. Автоматика работает. Режим реверса в этом случае не нужен, потому что не хватает дури переработать, перебить любую траву. Там такие ветки были, спали с толщиной. Этот реверс в идеале работает, когда у тебя, допустим, стоит катушка. Там в комплекте, кстати, там все в комплекте. Там и катушка, и пластиковый нож. И длинная трава. Вот в конце лета она толстая, такая тяжелая. Да, она уже не молодая, сочная, она такая уставшая, знаешь. Вот ее накручивая длинной, тогда да, ее надо развернуть. Пока что ей это вообще не требуется. Что по аккумулятору? Вот 4 минуты очень густого кустарника. Без изменений. Не знаю, как с этой. Вот у меня такой ресурсный тест был на той, у которой двигатель снизу, не помню модель. За минут 20, наверное, работы этого кустарника. Я там бутинати скосил, у меня всего одно деление с 4 амперного снялось. В общем, одного аккумулятора безжитичного вам для этого триммера вполне хватит, чтобы устать. Чтобы устать, да. Если у вас их два, тогда вы вымотаетесь вообще нафиг. Я не знаю, насколько хорошо и полезно ей будет нагреваться редуктор на протяжении двух аккумуляторов подряд. Короче, одинаково, отдыхайте по-любому. Больше не надо, вы реально устанете. Здесь с триммерами закончили. У нас еще на примете есть поляна, на которой вроде бы, вроде бы, все-таки выросла трава. И мы попробуем там повозить газонокосилки. У нас их две штуки. Ну, давай хотя бы одну. Я не знаю, две это слишком жирно. Давай, там с триммерами садишься, я во вторую. Ты кто быстрее? А, зацени, чувак, как на улице-то пи***та. Да, есть такая маза. Зацените, какая шикарная полянка со звуками бензопилы. Вот это вот на отдалении примерно 200 метров отсюда. Ой, манифиг. А вот если бы они были с аккумуляторной пилой, они бы не мешали нам звук записывать. Да, они бы делали так. Они просто были и только кричали, где мой аккумулятор, он все это тоже сел. Давай покажем им, как надо. Они не услышат. Смотри, насадка. Нифига себе. Для Мочерония. Для Джейзета. Для турбины, по-моему. Красавица, за 120 тысяч рублей. За это вы получаете. Не автомобиль, а газонокосилку. Блин, какая она крутая. Петь, она стоит, как подержанные Жигули. Она не может быть не крутой. Она стоит 120 косарей. Охренеть. Это модель, которая 002. Есть еще 001. Она отличается диаметром Кошеню. 001 480, а это 534, по-моему, миллиметра. Мешок Петь, да, он здесь большой. Он на 60 с чем-то литров. Надо показать, наверное, ее дно. Дека металлическая. Ага, здесь есть крыльчатка для охлаждения двигателя. Ножи здоровые. Это у нас сейчас установлен кожух для мульчирования. Да, он самый. Это электропривод? Да. Отдельно. У бензина выходят здесь передачи, редуктор. А здесь нет смысла, здесь сделали отдельно. Или эта штука достается, и тогда сюда устанавливается вот мешок. И либо та насадка, которая сбрасывает, точно. Мешок собираешь, через ту насадку сбрасываешь просто на землю. Через эту насадку он всю траву оставляет здесь под собой. Ходит под себя, так сказать. И ее перемалывает, и типа удобрения получается. Колеса большие, кстати. Так, у нас два заряженных аккума. Раз, два, три. У нас есть переключение, автоматика, набор мощности. Это типа режим низких оборотов, или просто на максималке фигачит. А это у нас скорость, с какой она ехать будет. Она максимум 5 км в час, а то это прям за ней фигачить нужно. Мы специально выбрались не только на полянку, но еще и на склон. Посмотрим, как она обратно в гору поедет. Для нас это очень актуально. Подождите, я наручной коробке не умею. Так, она не работает. Тут кнопка. Циничный, опытный и хладнокровный наемник, взяв в руки ZF-1, сразу спросил бы, что это за красная кнопочка внизу. То есть? Настоящий профессионал всегда спросит, для чего есть большая красная кнопка. В случае с газонокосилкой, это контрольная кнопочка для запуска ножей. Нажали, после этого сюда. И тогда она запускается, да, без нее нет. Ну а черная, это газулька, которая работает в любой ситуации. Если нажать, а потом попробовать нажать кнопку, она блокируется. Синдплейстрацию. Хорошо. Все через тела musical. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я же не знаю. Я вышел. Я mapping можешь. Дальше я напал. Или jetzt, я могу beasts ч ironically. Я не знаю. Я campaigns хочу. Я обязал. Выяснили. Я 절� Utah не discутят. Я виде biomass anxикации. мы сейчас юру спустили вниз горы и посмотрим за какое время он с этой горы ну тут метров наверное 80 или 100 поднимется к нам сюда как видите не за сколько потому что юра не умеет управляться с газонокосилкой ну или вид что-то у него пошло не так сейчас узнаем возьми насадку для сброса наружу забыли детальку поставить бывает она травы заехал и она сама себя заживала короче надо эту штуку поставить так она у нас как да надо изгонять все насадки но как без этого ну как надо было это использовать нивелировали чтобы такое криво сделал переделываем лишь уходит вот так в бок хочешь весь склон как тебе по ощущениям насколько тебе было легко ты просто поднимался просто поднимался в гору я пытался сначала за нее держаться чтобы момент еще надо буксовать начинал круче и переобуть надо и чуть-чуть позднее колеса поставить чтобы она нормально грибу она будет идти он будь здоров а как косят ну тут как бы косить особо нечего ну там пониже суши травка нормально под дорожка вон уходит ну блин я так под запыхался конечно ну давай ты под запыхался в горку подниматься да она могла бы меня еще сама вывести если на нее сядешь интересно тебе повезет или нет я думаю она рассчитана под свой вес они еще плюс 90 килограмм немножко мне по ощущениям не хватило что ли заднего хода вот когда в режим мульчирования я прям в большой пучок и там в самом низу загнал ее закусила и она не раскручивалась точнее как я здесь не нашел никого режима для раскрутки пришлось обесточить и руками траву удалять но с режимом сброса прям на ура по высокой траве он отлетает только в путь можем здесь сейчас поснять у нас есть вот в гуну высокая строго блин нормас даже надо это он нам нямой прошла после как выбрел тушь крутая вещь я попробую на самую-самую минималочку прям сейчас побрить самый лов режим типа 20 миллиметров ну чё почти метр за два прохода и ручник еще нужен для по горам чтобы ездить нормально блин ну тут я не знаю как еще 20 миллиметров но с нашим очень неровным газоном в принципе неплохо знаешь мне еще чуть не хватает чтобы не регулировка высоты еще где-то здесь вот так вот было да кстати прямо что туда не наклоняться даже я думаю такая косилка будет удобно для тех у кого существуют вот подобные склоны тут градусов наверно 79 уклона тут да ты уверен ну вот мы прокосили получается до тех деревьев обратно и чуть-чуть здесь прошлись сколько заряд у нас был полный заряд да она с одной батарейки одно деление съела нормас слушает у нарк хороший расход расход электричество сути на сколько на на 200 до метров ячейка нормально участвовать они заявлены на участке там типа около 20 соток 20 соток на одном заряде а дух аккумулятор но типа да ну не там написано более уклончиво это типа в принципе она как бы рассчитана сколько это при этом аккумуляторов не написано было 7 процентов я прям не знаю 7 процентов это 7 метров на 100 здесь на 100 метров петь но никак не 7 тут охренеть склон у нас есть еще одна 001 моего гонять не будем потому что это все то же самое тоже самоходная только она на 480 миллиметров я даже не знаю если смысл ее вскрывать у этих двух косилок у них система хранения очень интересно типа ручки полностью сворачиваешь складываешь тогда у нас на хвост ставишь на вертикально занимает момент он не один аккумулятор нет 2 все то же самое также стальная дека режим и высота 20 до 100 миллиметров за режим софт на лод который мы кстати не проверили но не знаю нужно ли кстати 62 литра травы сборно ну-ка дай-ка аккумулятор я проверю софт на лод по идее она должна без нагрузки перейти в некий холостой оборот да да я услышал проверяем значит недостаточно удаления раз она даже с небольшой такой травой не так хорошо справляется может быть это из-за низких оборотов а так вижу надо крючей перевернуть и когда обратно ставить вот не хватает ручника она у меня укатывается и шаг на ручнике стоит никуда не уйдет а то даже на осва ручник поставили блин на телегу она к такой газонокосилки нет тормоза чтоб нас кони установить так автоматика почему она остановилась индикация никакая не моргает здесь нас моргает кнопка включения ушах защиту возможно перегрузка так вот и пробую включить сейчас сюда поставим на пятерочку уже на самоходном режиме поедем в город то в город в городе да пипец она забивается быстро прикинь мы бы затрахались мышок доставать да постоянно в общем такая машинка для тех кому противопоказано поднимать тяжести в город как криво выкосили не знаю что еще понравилось отдельно вот автоматика регулирует обороты действительно там под нагрузкой поднимает их без нагрузки на их тут же снижает все работает это никак не отражается на скорости вращения ведущих колес они отдельных ты их регулируешь только здесь да это очень удобно потому что ты движешься с одной примерно скоростью ну ладно набуксует периодически есть но это уже такое ты движешься одной скоростью ножи сами по себе ускорились притормозили то есть не паришься хорошо если это плюс то я назову минус который я обнаружил поднимаясь в горку здесь стоят пластиковые колеса с высеченным протектором ну пластиковым соответственно когда ты поднимаешься в гору но это ей не хватает собственного веса чтобы тянуть и у тебя колеса начинают крутиться на месте или очень жесткая резина или очень мягкий пластик ногтем продавливается но в общем да они будут здесь надо не хватает хотя тут сухо сейчас достаточно то есть не не слякать ничего нету такого и даже на таком на такой идеальный скажем так поверхности которую мы нашли ну почти колеса проскальзывают я бы не сказал что есть дикий угол короче знаешь как суши я думаю если заплатить еще двадцатку тебе здесь нормальные тапки поставят а еще за десятку коврики добавят ну в общем за эти деньги есть некоторый минус но по-другому что он продает или просто и вот блин пускай он пробуксовывает он тянет потом на его и рондо но немножко да вы делаешь и все и поехал дальше но это что она забивается как-то надо наверное чуть-чуть было получше это дело подумать частью у кого обычные ну триммеры люди скажут там недорогие там китайские скажут на хера мне это надо я вот пас походил постоял и все все покосил но я думал свою аудитория есть ну поехали 5 все вы закончили ладно поехали так хорошее хорошее на ноги устали тут давно впереди петя говно дурак петя дурак зовешь юру в говняшку кричу стой это просто Мы нашли в большом поле. Почему Петя за руль пускай?